Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. И сегодня тема лекции Верока. Следующее дыхание сжато. Сейчас мы отступим немножко и скажем, что многие, которые приходят люди на диагностику и со своим проблематичным здоровьем, первое на что жалуются, вы знаете, невозможность легкого вдоха и выдоха. Нужно напряжение, и я чувствую, что мне не хватает кислорода. Мне не хватает, вот раньше я дышал легче. Поэтому, уважаемые зрители, если вас частенько настигает перебой с дыханием или нарушение ритма вашего дыхания, первый вам ответ. Научитесь, либо учитесь правильно делать вдох через нос, при этом расширяя диафрагму и спокойно выдыхая через рот, сужая, что диафрагму. Не надо вдыхать и плечи поднимать. Нужно именно, чтобы работала диафрагма. Вот и все. Потому что там все жизненные центры, и практически диафрагма не контролирует только мочевой пузырь. Остальные все органы она контролирует. Поэтому вот вам и ответ. Почему мы это сказали? Потому что частенько дыхание сжато сопровождается при приступах бронхиальной астмы, при тяжелом хроническом остром бронхите, при таком заболевании, как хоббл. Кому непонятно, пожалуйста, анатомия, уважаемые зрители, вам в помощь. Это гифтерия, это рак легких, это пневмония, это туберкулез легких, это истощение общего организма человеческого, физического. Настолько истощил, что ему тяжело сделать вдох и выдох. Ну и, конечно же, это панические атаки. Ну и традиционно восточная медицина, что нам говорит и показывает. В каком состоянии диагностика 12 меридианов она должна выявить картину общего энергетического баланса, из которого выходит иньская и янская энергетика. Если этого общего баланса нет у человека, то оттуда энергия не может инь и янь выйти. И помните, если страдает первый меридиан легких, то будут непосредственно страдать все остальные 11 меридианов. Если первый орган легких не дополучает ЦИИ, не дополучит все остальные органы. Понятно, да? Вот в чем вся философия восточной медицины. Восстановить нужно эти все меридианы и органы. Как? С помощью первой диагностики 12 меридианов. Как только энергия наполнится меридианой, человек сразу вдохнет, он скажет, вы знаете, так стало дышать. Все, сразу упадет. И обогащение крови, и легочная артерия начнет работать. Сразу начнет пополняться ЦИИ, все органы, все системы. И на тонком, и на физическом уровне. И точка П8 Дзиньдзюй вам в помощь. При дыхании сжатом, как всегда традиционно мы скажем, данную точку нужно тонизировать. Но если вы боитесь работать с точкой, правая точка тонизируется П8, левая седатируется. На следующее утро вы должны сделать все наоборот. Но ключевым ответом на вопрос, откуда у вас берется сжатие дыхания, либо сжатость дыхания, либо вы не можете вдохнуть и выдохнуть, при этом чувствуете, что грудная клетка полностью сжалась, все 12 меридианов вам в помощь. Восстановите их, высвободите там энергию, если все эти 12 меридианов воспалены, либо протонизируйте, если в них нет что жизненного потенциала. Спасибо за внимание.